Засыпанный строителями колодец, вероятно, стал причиной скопления в дождь воды на перекрестке Островского-Серого-Фрунзе. Выходные решением вопроса занимались. Сегодня глава города Владислав Пинаев оценил результат работы. Прокопана канава, напрямую сделан сброс, организована силами Тагилдорстроя. Пока это временная мера, но она тем не менее помогает отвести воду в сторону, поэтому посмотрим, как она будет работать и в перспективе, какие решения можно принять. Одна из причин затопления участков улично-дорожной сети – отсутствие ливневой канализации. Ее строительство весьма затратно и порой им пренебрегали. Кроме того, при ремонтах дорог, установке бордюров – устранение одной проблемы. Неудовлетворительного состояния проезжей части порождает другую. В воде некуда уходить. В перспективе мы будем работать все-таки над тем, чтобы провести ливневую канализацию. Но это, скажем так, достаточно дорогое удовольствие, поэтому сейчас необходимо принять те меры, которые позволят более комфортно передвигаться людям по тем или иным участкам дороги и тротуарам. В осмотре участков улиц Серова – индустриальные, Балатинские, Металлургов, где после осадков возникают затруднения. Вместе с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым приняли участие руководители управления городским хозяйством – дорожники. По его результатам дан ряд поручений для устранения недостатков. За последние три года я просто могу по-своему сказать, что мы делали. Очень много мест, в которых просто может быть этого не так видно, но достаточно серьезные вопросы снимаются. Ряд проблем мы их видим, знаем, то есть мы будем какие-то по ним меры принимать, просто может быть не так скоро. Как было отмечено, при определении перспектив дорожного водоотведения необходимо учитывать сложности формирования муниципального бюджета. Ведь рассчитывать приходится исключительно на собственное финансирование.